Всем привет, с вами Ромка Онлайн и вторая часть обзора обновления версии 1.1.0 для Modern Combat 5. Давайте же узнаем, что изменилось в самом игровом процессе. На каждой карте теперь присутствует новогодний антураж, например, вот Санта Клаус. На карте крыши добавлена метель, когда капельки снега падают тебе на экран, остаются следы, это действительно прикольно. Добавлены елки, надписи на стенах, то есть это реально создает новогоднее настроение, хоть это не в таком большом количестве. Вот, например, елка, можно поводить хоровод, в лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой, летом стройная, зеленая была. Вот, подарки добавлены, так что если вам никто ничего не дарит, вы можете прийти на любую карту, и здесь вас будет ждать свой подарок. В конце матча дают очки лиги, кстати, дают 0 очков, если ваши соперники выходят. Также начисляют опыт за матч, и появилось голосование, теперь вы можете проголосовать за любую карту. Единственное, что переголосовать свой голос нельзя, и это, к сожалению, мне не очень понравилось. Теперь в подписи убийства добавился значок лиги, теперь он показывается вполне красиво. Теперь же в конце матча можно отправить на игрока жалобу, указать причину, по которой вы хотите на него пожаловаться. Может, вам не нравится его ник, либо он реально читерил. Единственное, жалко, что нельзя отправить жалобу во время матча, так как читер может выйти до конца матча. Одной из добавленных карт является долгий день из четвертой части, теперь он называется час пик, сюда добавили елочки и изменили цветовую гамму. Однако в новых картах я столкнулся с проблемой, что я не знаю, куда направить авиаудар, так как карта мне совершенно не знакома. Но, несмотря на это, то, что она кажется закрытой, авиаудар часто пробивает потолки, и это не может не радовать. Так же, в принципе, как и бомбардировщик. Он пробивает все потолки, даже там, где тебе кажется, он бы никого не достал. После обновления существует большая вероятность, обратите внимание на ник Кайзухиро, что бомбардировщик зацепит два раза. То есть, за один залет он убивает одного человека два раза. И это классная фишка. Никуда не исчезли любимые баги Modern Combat 5. Вторая карта – это карта подавления из Modern Combat 3. О ней я ничего, наверное, не смогу сказать, потому что в третью часть я не играл. Но она просто нереально огромная. Посмотрите на эти просторы. Вот вам с двух сторон панорамный обзор. Просто, мне кажется, это самая большая карта в Modern Combat 5. И, кстати, хотелось бы еще сказать, что слегка, хотя даже не слегка, изменили систему респауна врагов. Они респятся просто везде около тебя. То есть, куда бы ты ни побежал, знаешь, что даже если ты играешь 3х3, то они будут респиться просто у тебя за спинами перед тобой везде. Это не зависит от режима. И в схватке, и в захвате флага, и даже в VIP чуваки с RPG будут респиться у тебя за спинами. Вот проблема, что не знаешь, куда бы послать авиаудар. На карте подавления респауны врага закрыты. И мало шансов, что ты выбьешь таким способом большое количество людей. В последнюю минуту звучат какие-то всхлюпывания Деда Мороза. Они очень, кстати, угрожающе звучат. Карта, естественно, показалась мне непривычной, но, однако, она мне понравилась. Здесь очень много мест для разведа. Вот. И это очень хорошо. В игру были добавлены командные перки. Как вы видите, в правом верхнем углу есть дополнительные перки. Они распространяются на команду. Их можно посмотреть из меню. У каждого класса они свои. Это последний у игрока. Игроки в 20 метрах движутся быстрее на 10%. Это самый крутой, мне кажется, перк. У штурмовика это игроки в 10 метрах наносят на 10% больше урона. У снайпера игроки в 15 метрах отмечаются на вражеских радарах на 50% меньше времени. И у десантника это игроки в 10 метрах получают на 10% меньше урона от всех. Ну и на этом, я думаю, все. Обновление получилось, надо сказать, неоднозначным, как и выход самой игры. То есть ждали чего-то большего, это точно. Но давайте будем объективными. Многие решения разработчиков, они реально уместные и прикольные. Единственное, что мешает этот донат, он перечеркивает многие достоинства обновления, так как их можно использовать только при вливании своих денег. Этот подход очень некрасив, и как-то от него надо избавляться. Я до сих пор за 3 или уже 4, я даже не помню, дня игры, я не получил ни одного набора. Когда в группе ВКонтакте люди пишут, что они уже получают. Кто-то получил профессиональный боск золотой, кто-то там крутые подписи. А мне вот как-то пока что не везет. Вот, ну оценочку, я думаю, ставить субъективную я буду где-то на уровне 3.75 из 5. Вот. Не знаю, вы пишите в комментариях, какую оценку ставите обновлению вы. Я объясню, почему такая, хотя я уже объяснил. Многие решения, то есть фишечки с масками и так далее, они действительно прикольные. Но вот, что их нельзя использовать в полной мере, по причине того, что они влить бы мне... Вот вы представьте, вы просыпаетесь утром и думаете, а не влить бы мне 3290 рублей на Modern Combat 5, чтобы получить какую-нибудь вшивую маску или пыльцу, который, я не знаю, даже какая-нибудь зубная фея отказалась бы от такой пыльцы. Потому что сейчас на черном рынке гребаный джольд стоит 19 косарей пыльцы. Мы вчера продавали ферзь, а ферзь на один уровень выше джольда за 2700, если я не ошибаюсь. В общем, это какая-то жесть, я не знаю, это жадность разработчиков или что-то еще. Но, в общем, я, наверное, все сказал. В общем, пишите мнение об этом видео в комментариях, подписывайтесь на канал, так как видео по МК будет очень много. Ну, а с вами был Ромка Онлайн, спасибо за внимание. Всем спасибо еще раз и пока-пока.